Смотрим на гонщиков. Давайте я вам представлю все гонщиков, которые у нас сегодня будут участвовать и за кого нам болеть. Если я называю Россией, то должны звучать гул и возглас. Итак, номер 34 Дмитрий Скляров. Россия! Россия! Номер 7 Дмитрий Саракопут. Россия! Номер 30 Евгений Смолин. Россия! Номер 39 Валерий Хоменко. Россия! Номер 37 Алексей Никишкин. Россия! Номер 32 Артем Пехтерев. Россия! Кстати, 33 номер Денис Рязанцев, который у нас будет выступать, который объявили следующим, является фаворитом в борьбе за звание чемпиона Европы. А Денис Рязанцев представляет Атлант, город Ярославль, но он уроженец города Рыбинска. Денис Рязанцев, Россия! Номер 33! Номер 31 Евгений Мартюченко. Россия! Номер 2 Алексей Попов. Россия! Номер 55 Дмитрий Широков. Россия! И переходим к зарубежным гостям, которых также мы поддержим вместе. Савелий Никушкин. Казахстан! Павел Орешков. Казахстан! Яков Картман. Казахстан! Фредерик Кирхус. Номер 551. Норвегия! Номер 16 Тори Густавсон. Норвегия! Номер 977 Мадис Хагадокин. Норвегия! Номер 137 Олег Херман Сегре. Норвегия, кстати. Человек, который тоже претендует на первое место. Сейчас, в данный момент, лидер общего засчета Олег Херман Сегрен. Человек, который вчера показал великолепные результаты. Номер 35 Каур Тислер Эстония. И наш гость из Финляндии 227 номер Юри Тюнкинен. Финляндия. Но, что ж, друзья, все готовы? Все готовы? Зрителей стало больше гораздо. Что ж, совсем скоро будет официальное открытие и спортсмены здесь. Ну что, готовимся к открытию соревнований? Потихонечку готовимся, смотрим все вдаль, наблюдаем. Итак, специально для вас табло, которое показывает HD Extreme Sport канал, показывает репортаж, табло, на котором показаны все результаты. И вот маленькое табло здесь, кто видит, это вот здесь табло, где написано сейчас 0020. Это что такое будет? Итак, квалификация. 20 минут едет сколько угодно, как им нравится. Они должны показать быстрейший круг. По этому показателю выстраиваются линии в финальном заезде. Вчера, например, было, что лучший проехал Каур Кислер, 35-й номер. И он проехал 9 кругов. Поэтому непринципиально. Самое главное, 20 минут вот здесь перед вами будут ездить. Шикарные снегоходисты, я не знаю, как их назвать. Снегисмены. В общем, самые лучшие мужчины. И еще, вот здесь самый центральный прыжок. Когда здесь проезжают, давайте вместе аплодировать. Договорились? Отлично. Ну что ж, ждем открытия соревнований. Я надеюсь, сейчас мне дадут команду. Все. Официальная команда уже готова. Итак, 5 минут. 5 минут. Понял, Андрюш. Представляю официальную комментированную соревнования. Андрей Списов, он сидит вон там наверху. Лучший комментирован по снегоходному кроссу, который может жить в мире. Андрей Списов, Андрюш, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Итак, пока у нас есть 5 минут до начала квалификации. А судьи кто? Хотелось бы огласить состав судейской коллегии 4-го этапа чемпионата Европы по кроссу на снегоходах. Президент жюри от Озбихаут, Норвегия. Член жюри представителя Манциклетной Федерации России Александр Арестов. Член жюри Сергей Селяков. Секретарь жюри Анна Касьянова. Руководитель гонки, начальник дистанции Эдуард Иванов. Секретарь соревнований Лариса Кужин. Технический комиссар Павел Кузнецов. Главный хронометрист соревнований Виталий Иванов. Экологический комиссар Галина Стрелкова. Главный врач Михаил Цветков. Лучше он без работы остался. Руководитель пресс-центра Ольга Лилеева. Судья при участниках Павел Захаров. Старший флагмаршал Владимир Степанов. Технический контролер Павел Решков. И комментатор Андрей Спицын. Вот такой у нас состав судейской коллегии. Перед квалификацией прошла свободная тренировка. И выиграл ее вчерашний победитель Дмитрий Скляров. 34-й стартовый номер. На что хотелось бы обратить внимание. Скорости выросли. Как сказал Азбихаух. Гонщикам придется гоняться совершенно другой трассе. Ее подморозило. И она стала быстрее. Тот же Дмитрий Скляров показал 48-982. Вчера из 50-ти не выходили практически все гонщики. А он из 49-ти секунд вышел. Кауртистер, эстонец, очень быстро. Восьми сотых секунды от него. И Денис Рязанцев на вормапе занял третье место. Ну и несколько удивительно не форсировали события Фредерик Кирхус и Оли Херман Сегрен. Претенденты на высшую ступеньку подиума чемпионата Европы по сумме всех этапов. Они заняли у нас 15-е и 16-е место. Ну я так думаю, что в квалификации у нас это будет изменено. Итак, ждем парней для начала квалификационного заезда. Ну для тех, кто вчера отсутствовал у нас на соревнованиях, тоже можно по результатам поговорить. Но давайте мы по-другому скажем. Что же у нас по сумме трех этапов? Первый этап в Транхейме в Норвегии прошел 21 февраля относительно давно. Затем через неделю в Фагернесе 28 февраля. И вот практически через месяц после первого этапа Демина приняла третий этап. Сейчас Сегрен, несмотря на не совсем хорошее выступление вчера, 137 номер, вышел в лидеры. 133 очка. Ну в общем-то он вышел в лидеры. Приветствую, Зарвенов! Началась квалификация, кстати. Сегрен у нас вышел в лидеры уже после первого заезда. На втором месте Фредерик Кирхус, 551 номер, 126 очков. 7 очков у них разницы, так что борьба кипит за первое место. Отсутствует Карья Лайнен, он на мире ездил вчера. И Хертен, он на мире ездил вчера. Денис Рязанцев занимает пятое место, у него 102 очка. И Каур Тислер, эстонский гонщик, 35 номер, занимает у нас шестое место. У него 100 очков. Чемпионская сумма 100 очков. Сегодня с утра у нас мы брали у них интервью. И в принципе они делились впечатлениями по поводу, как будет борьба у них между собой. И как они встречались раньше. Не первый раз эти гонщики встречаются в очной дуэли. И оба нацелены были на победу. Будем посмотреть. Сейчас в квалификации будут пока первые результаты. Первые гонщики ушли на быстрый круг в квалификации четвертого этапа чемпионата Европы. Версия 2015. Заключительный, финальный этап. Сегодня мы узнаем, кто станет чемпионом Европы. Норвежские гонщики, эстонский ли гонщик, российский ли спортсмен займет высшую ступеньку подиума. Об этом будет известно. Пока еще действующий чемпион Европы до сегодняшнего дня. Аки Пихлое, финский спортсмен, он у нас Европу в этом году пропустил. Риста Юяре в прошлом году финн был вторым. И Христофер Холм, норвежский гонщик, занял третье место. Холм тоже выступал на мире у нас. Он, надо сказать, чемпион Норвегии этого года в классе Open. У них совсем недавно, неделю назад, чемпионат Норвегии. И в классе стук Киркус, бронзовый призер чемпионата Норвегии. Вот гонщик 551 номер сейчас на трассе находится. Проблемы у него были с вариатором на снегоходе Polaris. Российские гонщики оказали помощь определенную спортсмену. А так под вопросом было вообще выступление. Кстати, до сих пор он на квалификацию не вышел. 15 гонщиков на трассе сейчас находится. Каур Тислер, Каур Тислер, 50-0-26. Ориентир задал Слеров, третий, 51-7. Сегрен, седьмой. Тюнкунин сейчас вышел в лидеры. И Ере Тюнкунин, финский гонщик, показал 49-824. Вчера он был немножко в тени, находился сегодня. Тюнкунин, но так тоже по квалификации, по тренировке Тюнкунин был достаточно быстро. Итак, Тюнкунин, Кислер, 40-пут на третье место. Вот, что мы не совсем ожидали от этого гонщика. Хотя, хотя... Я смотрю, что Ере вчера был восьмым. Он два раза по 13 очков заработал. У нас восьмые места в заездах и восьмое место в тотале. Кстати сказать, у нас по сумме всех этапов... Но Тюнканин тоже не ездил на первых этапах, поэтому у него вряд ли есть серьезные шансы на борьбу в тотале. Кстати, если мы говорим про Европу двухлетней давности, 2013 года, тогда Хертен Финн был победителем. Макдус Ринстрю, шведский гонщик, был вторым. И Штали Игин, норвежский спортсмен, бронзовый призер. Штали Игин, бронзовый призер, классовый опыт Норвегии сезона 2015. Сигурен третий. Сигурен решен сегодня побыстрее. Тислер первый. Тислер 49,5, Рязанцев 49,651. Вот эта борьба за третье место, в общем-то, она чем интересна? Все-таки Рязанцев, несмотря на победу вчерашнего Сколерова, он лидер российской дружины по очкам. У него 102 очка, гроссмейстерская сумма. И вот он единственный, наверное, из российских гонщиков сможет побороться за подиум. И не применет это сделать. 17 гонщиков на трассе. Киркуз вот только сейчас выехал, все в порядке, починили. Снегоход 53,4. Время скромное. Будем надеяться, что он его улучшит. Сорокопут улучшает, Никишкин улучшает, занимает седьмое и шестое места. Сигурен без улучшений. Четвертый сейчас по скорости. Тюнкунин третий. Густавсон, Торей Густавсон, 16 номер, на четвертое место быстрее Сигурена. 20 минут. Квалификация 5 минут заканчивается. Так, лидер Хаур Тислер, Эстония. Я вчера, когда про него говорил, сказал, что он тренируется в Тарту. Но они, видно, так с отцом поняли, что я думал, что он живет в Тарту. В принципе, он мне назвал городок маленький, где он проживает. Что-то выскочило название. Мы посмотрим. У него сайт есть свой и в фейсбуке. Есть и есть на интернете. Команда называется у него Тислер. Итак, тридцать пятый номер Тислер. Тридцать третий Рязанцев. Двести двадцать седьмой Тюнкунин. Шестнадцатый Куставсон. Сто тридцать седьмой Сьюгрен. Оли Херман Хаген Сьюгрен. Слеров шестой. Квалификации пока с временем 50.098. Но очень плотно. Слеров меньше шестидесятых секунды проигрывает. И при этом занимает шестое место. В одной секунде семь спортсменов сейчас. Только Хагадокин. Вот девятьсот семь седьмой. На восьмом месте он больше секунды проигрывает. Седьмая минута квалификации пошла. Лидирует эстонский спортсмен Каур Тислер. Денис Рязанцев сказал, что с Тислером он не первый раз встречается. И спортсмен очень быстро. Ему просто не везло на норвежских этапах. У него не сработал датчик. У него ноль очков там получился в одном заезде. Потом у него в Норвегии сломался снегоход тоже. Первый этап у него провальный был, как у нашего Кехтерева. Потом он вроде как на втором этапе разъехался. Когда у нас Рязанцев приехал четвертым в Фагернесе, то Тислер приехал перед ним третьим. То есть 20-18 очков. Вот такие у них результаты были до Демина. До Деминский период. Так, Артем Пехтерев. Нет улучшения. 13-й он сейчас. Вчера 6-е место занял, кстати говоря, на этапе. Артем все-таки тоже получше результаты, чем норвежские. Итак, Тислер 48, 712. Просто Сьюгрен 49, 569 на второе место. Интересно. Интересно. Кауэр Тислер просто летит по этой трассе. Но это неудивительно. Вчера он тоже выиграл квалификацию у нас. Во всяком случае, свободную тренировку. Итак, 35-й номер Тислер. 137-й Сьюгрен. 33-й Рязанцев. Сырок уже седьмой. Давайте, болельщики, кричать. Дима! 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 Ну, я думаю, Склеров уже грамотный парень. Он знает, когда открыть, когда закрыть. У нас и все должно у него пройти. Нормально. Итак, квалификации Тислер вчера показал 50-808. А Склеров 51-886. За этими временами сейчас они были бы за пределами десятки. Вот так трасса обновилась. То есть, совершенно разная трасса. И что молчит Рыбинск? Я не слышу. Рыбинск! Вот совсем другое дело. Вас просто не слышно, потому что идет великолепная гонка. Скоро будут смотреть. Ну, поприветствуйте любые прыжки, которые перед вами проходят. Пожалуйста, приветствуйте! Оп! У вас совсем другое дело. Давайте учиться, давайте учиться понимать. Еще прыжок пошел. Оп! Помогло! Помогло! Рязанцев улучшил. Сейчас он показал 49-574, как только болельщики крикнули. Но! И Склеров! Хоть вы и не кричали, Дима, второе время. 34-й номер Дмитрий Склеров, 59,1-10-е. Так, 35-й номер Тислер, 34-й Склеров, 137-й Сегрен, 33-й Рязанцев. Надо за Рязанцева. Вчера плакат висел. Ну-ка! Не видел со стороны. А если еще будете громче кинять, еще будут выше прыгать. Давайте посмотрим. Квалификация идет. Квалификация! Так вот, за стороны у нас трассы огромный плакат был, посвященный Дэну Рязанцеву. Семнадцать гонщиков. Кто-то не выехал у нас сегодня из парней. Может быть, проблемы со снегоходом, но тем не менее. Семнадцать спортсменов в квалификации перед первым заездом четвертого финального этапа чемпионата Европы 2015. Лидирует Каун Гислер. Рыбинский, я вас не слышу вообще. Рыбинский есть! Рыбинский есть! Не слышу! Рыбинский есть! Совсем другое дело. Друзья мои, осталась квалификация совсем не на угол. 9 минут 14 секунд. И после этого вот первым спринт готовится. Никуда не уходим. Наблюдаем, болеем. Давайте ловить кайф от каждого мгновения. Вторая половина квалификации пошла. Одиннадцатая минута заканчивается. Нет изменений. В одной секунде сейчас 4 гонщика. Кислер-Сберов с Егрена-Рязанца. Смолин проигрывает 1 и 1 десятую. Женя на пятом месте в 30-й ныне. Вчера, кстати, у Смолина получилось не все. У него получше был второй заезд. А в первом заезде застрял в середине пелотона. И в итоге набрал 27 очков. Но тем не менее, тем не менее, Смолин продвинулся в табеле о рангах у нас повыше. Потому что этапы норвежские у него получились стабильные, но не очень быстрые. Здесь у него результаты получше. Напомним, что Рязанцев, Смолин и Пехтерев, трио наших гонщиков в составе сборной команды России, участвовали в первых двух этапах трансфейми и фагернеси. Смолин девятый сейчас, 74 очка. Но Холма нет, Рейтена нет у нас. Поэтому как минимум две позиции он сможет отыграть. Ну что, квалификация, видите, многие спортсмены стояли здесь. Кстати, очень удобно смотреть. Вот, кто-то делает свои, исправляет свои технические недостатки, остальные идут по трассе. Поддержим спортсменов. Они специально для вас это делают. Номер 33. Денис Рязанцев. Представляющий Атлант. Город Ереслань. Это наш Рыбинец. Номер 33. Ну и вот, как только я сказал про Смолина, он обогнал у нас и Рязанцева и Сегрена. На третье место скакнул квалификация. Рязанцев пятый. Надо курок нажимать. Курок нажимать Денису. Потому что с пятого места квалификации будет сложнее, чем с первого, второго, третьего стартовать. Женя Смолин, факеловский спортсмен, бывший юниор, молодой гонщик сейчас показал великолепный результат 49.264 в полсекунде от лидера. Ну а Тислер вот с шестой круг у него. Он все шесть кругов накрутил. И шестой круг был просто какой-то фантастический. 48.712. Это рекорд трассы в этой гоночной конфигурации. Рыбинск, вы где? Ну давайте каждый гонщик хотя бы встречать. Давайте. Они ведь, вон, видите, за... Вот вы не кричали, он упал. 35-й номер Тислер, 34-й из пиров, 30-й из Смоли, 137-й из Сегрэн, 33-й Денис Ризация, лидеры квалификации. Финального этапа чемпионата Европы 2015. Появился у нас 18-й гонщик Яков Карпман, спортсмен казахский, молодой, 16-летний. Какие-то проблемы в самом начале квалификации, то ли не завели снегоход, то ли еще что-то имело место быть. Я аж только сейчас на трассе оказался в самом конце. А может быть специально выжидали, как тактические заготовки были квалификации той же Формулы 1, когда под занавес выезжали спортсмены и что-то показывали. Нет, я думаю, здесь дело не в этом. Буквально 5 минут до конца квалификации. Да вы поглядите, что творят! Больше всех кругов квалификации, кстати, проехал Алексей Никишкин. Он сейчас 6-е место занимает. Он 14 кругов накрутил практически заезд. Итак, друзья, друзья, Рыбинск, вы здесь. Мы смотрим чемпионат Европы по снегоходному кроссу. Спортсмены выезжают, идут на гонку. Квалификации они показывают лучшее время в круге. А потом будут два финальных заезда здесь перед вами. Там будет борьба сумасшедшая. И сегодня мы узнаем победителя четвертого этапа и победителя чемпионата Европы по снегоходному кроссу. Вы являетесь видеть Рыбинск! Итак, Яков Карпман на 16-е место обогнал Хоменко Широкова. У нас все-таки показал результат. Ну а вот проблемы, похоже, у Киркуса. Свежезамененный вариатор позволяет только 12-е место занять. Если их не удастся решить, то в реальной гонке можно будет побороться за чемпионский титул. А здесь возникает некий потенциальный шанс, кстати сказать, и у Рязанцева, и у Кислера. Хотя отрыв большой. 126, и 126, и 102, и 100, 26 очков. Но, представьте, два заезда, 25 очков в первом заезде. Если у нас Киркус будет идти за пределами десятки, то он может свою вторую позицию потерять. Но это я так потенциально рассуждаю. Может быть, берегут они вариатор. Клиноременный вариатор всем известной трансмиссии. У нас он на автомобилях раньше применялся. Да, был такой автомобиль с клиноременным вариатором. В общем-то, первый автомобиль Кода. Он был на Женевском автосалоне в 60-х годах. Он там автоматически меняется. Самое главное, чтобы вы понимали, что гонка в самом деле необычная. Вот сейчас у нас есть такая возможность погледить, что спортсмены заезжают на пидстоп, обрабатывают свои машины и вновь выезжают на трассу. Потом этого не будет. Потом будет нормально. Мужская жесткая борьба. Вот сейчас пока просто любуемся, просто настраиваемся. И просто давайте понимать немножко снегогонный кросс. Рев моторов, это все для вас. Для вас родной Ревинск. И вот сейчас Яша Карпман у нас уже на 12-м месте, впереди Киркуса. Он всего 4-й круг закончил квалификации, при том, что у нас не Кишкин. А Киркуса, кстати, всего 3 круга. То есть получается, что Фредерик у нас в зоне механиков работают они с Паларисом. Паларисом плотно. Подходит к концу квалификации 2 минуты. 2 минуты всего осталось. Фактически вот кто сейчас на быстрых кругах находится, успеет подклечитый флаг, могут улучшить. То есть Угрен пошел на быстрый круг сейчас, Ислер отправился на быстрый круг. И Мартюченко. Мартюченко в девятке сейчас, 31-й номер. Кстати, очень хочется отметить работу рыбинских волонтеров. Вот маршалов, все стоят на трассе, это представляет Рыбинское речное училище. Они уже третий год работают. Трасса, поглядите какая, нигде нет снега, а в Рыбинске есть. Это Тюмина сделал. Тюмина, Рыбинск, лучшее в мире место. В конце квалификации лидер 35-й номер Тислер Эстония, 34-й Скайров, 30-й Смолин. 4-е место, 137-й лидер сезона Сиогрен. В Норвегии 5-е место, 33-й номер всеми любимой Денис Рязанца. Последняя минута. В любом случае Киркус, я его не вижу, на трассе опустил уже на 14-е место. И стартовать ему придется явно в условиях не лучше. Его нет на трассе. Почему Андрей говорит про Киркуса, Карла и Фредерика Киркуса? Дело в том, что они одни из лидеров зачета на финал чемпионата Европы. Но нас с вами волнует. Скайров номер 34. Вчера выиграл две гонки. Рязанцев, Ярослав, Рыбинский наш красавец. 33-й номер. Но при любом исходе мы всегда будем поддерживать всех участников. Ребят, которые нам векали из Нарвегии, из Эстонии, из Финляндии, из Казахстана. Они просто красавцы. Что они делают? Смотрим на табло. Все, время заканчивается. Буквально минутка и все. Потом не уходим. Смотрим по без фигу. Закончилось время квалификации. Сиогрэн пересекает линию финиша. И он четвертый уже. Он не сможет выше четвертого места у нас подняться. Для него, для Сиогрэна, я так понимаю, это нормальный результат. Но что у нас не есть хорошо, что похоже, что Рязанцев пятый. У нас Денис Рязанцев все-таки есть некие проблемы со скоростью. Но с другой стороны квалификация это один круг. Гонка это 17 кругов. И будем надеяться, что в гонке удастся Денису побороться с Тисклером за подиум. Это программа максимум. А программа минимум побороться с Киркусом тоже за более высокую ступеньку подиум. Потому что в итоге конкуренты оттеснили норвежца аж на 15 место. 551 номер. Киркус будет в госте пелотона стартовать. 18 участник мониторит 15 место. Так, квалификацию выиграл 35-й стартовый номер. Каунтисер Эстония. Второе место 34-й номер. Дмитрий Эстония.